Исследователи Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получили новые, ранее неизвестные данные в исследовании про воспалительных цитокинов. Отметим, цитокины являются одной из важнейших частей иммунной системы. Их выделяют поврежденные клетки в сыворотке крови больных рассеянным склерозом. Научные результаты приближают понимание в значительной степени неизвестных сегодня механизмов течения и развития болезни. И соответственно способствуют выработке в перспективе эффективной терапии. В работе мы показали, что клетки иммунной системы вырабатывают специальные белки, так называемые цитокины, интерлекины. И одни клетки иммунной системы, выделяя определенные факторы, стимулируют другие клетки иммунной системы. И за счет вот этого вот сложного балета, взаимоотношения разных клеток иммунной системы, и развиваются воспалительные реакции. Исследование было поддержано Министерством здравоохранения Республики Татарстан, одобрено Этическим комитетом Казанского федерального университета и выполнено на базе OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФО в рамках программы повышения конкурентоспособности проекта 5.100. Мы надеемся, что наша работа позволит, во-первых, понять молекулярные и клеточные механизмы, которые происходят при рассеянном склерозе, а во-вторых, разработать методы диагностики, например, чтобы можно было понять, когда происходит обострение заболевания, как тяжело будет протекать заболевание и как пациент реагирует на то или иное лечение. Известно, что рассеянный склероз – хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором поражается оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. На самом деле болеют самые разные люди – и простые рабочие, и работники умственного труда. То есть очень четкой взаимосвязи между социальным статусом и характером работы пока все-таки не было показано. То есть любой человек может заболеть. Клинические данные, а также данные, собранные исследователями с использованием модели рассеянного склероза на животных, говорят о том, что лейкоциты пересекают барьер. Простыми словами, он является основным физиологическим барьером между кровеносной системой и центральной нервной системой и локализуется в поврежденном мозге. Однако одно пока еще остается неясным. Самой интересной находкой исследователей стало то, что профили цитокинов в сыворотке крови и спинномозговой жидкости различаются в ходе болезни. Теперь ученым Казанского федерального университета необходимо провести активную научную работу, которая наверняка позволит ответить на этот непростой вопрос. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.